всем доброго времени суток приветствуем вас на канале мой маленький домик в деревне я вышла на улицу закрыла погуляла с джейм вот такая у нас золотая осень золотая осень золотая 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 осень золотая небо такое бело-голубое вчера такой ливень шел дождь сегодня даже уже не заметно что он шел уже тепло на улице дорожка подсохла как хочется в лес съездить пошла я я сегодня решила вот что сделать посмотрите-ка у меня одыбали мои ноготки они же были примеры маленечко но одыбали пошла я знаете что делать я у меня были бархатцы я села но села и садила там рассады и укрыла надо срезать мне флуксу вот эту укрыла все корневую систему вот эту по корню по шейке чтобы но не перемерзли здесь сливу вишню сливу а что еще вот эту сливу та самая маленькая которая пересадила тоже укрыла а потом вот эти неизвестные два деревца непонятно что это не знаю что это такое оно одним стволом растет вот это не пригнуло попробую это не пригибать а вот это я пригнула вот видите шпичкой пригнула вот и так вот обложила клен клен наверно не буду это обкладывать и сложила ботву стоишь так с той стороны в бочку все-таки думаю поджечь ее там в бочке крышечкой накрою немножечко так отверстие сделаю чтобы не сильно дым валил и огонь было видно и сожгу ее и потом вот это вот это уже дочь намочил вот эту кучку дочь уже намочил надо чтобы она подсохла и вы знаете у нас дожди вот сегодня ночью начнутся и будут идти до следующего понедельника ну так по прогнозу ясно вот там все выгребала все листву уже все клубнику то я же была проредила и оставила ее 4 рядка а так как она усатая она снова вся срослась ну и роза у меня в этом году не зацвела тоже я ее это но я ее не пригибаю и не срезаю потому что я тут узнала что срезать не надо ну и я срезаю капусту вот уже привилка срезала это я потом уберу все кочерыжки на компост положу и связаю все уже потому что дожди пойдут и потом она будет мокрая вот это у меня такой нож нож пила я ее срезаю все сейчас вот о какой большой качан капусты просто огромный близко я его снимаю вот вот какой он огромный вот такой крупный знаете это мегатор здесь наверное будет килограмм 7 килограмм 7 будет этой капусты и вот каждая капуста вот такая и я уже не буду покупать в этом году все сама посолю у меня уже получается 6 трехлитровых банок будет и в литровые баночки еще посолю и а даже у меня не 6 у меня 9 трехлитровых банок и 5 литровых ну нормально хватит мы капусту все съели сейчас еще доедаем ту прошлогоднюю которая это которая была там двухлитровая баночка еще осталась ну и буду все так делать сейчас а вот я срезала мешок сложила ну вот я так положу пока путина подсохнет в гараже что-то у меня сегодня нехорошо у меня кровава болит у меня отташнил это скорее всего из-за того что погода будет меняться ну и так вот все чистенько все убрала у меня осталось вот эту ботву сжечь вот эту которая в емкости и вот эту а и еще малину пригнуть ну это я пригну где-то в первых числах октября 1 или 30 сентября я уже приготовила все эти колочки позабиваю их в землю вот так делаю не так как вот это пониже а повыше делаю хорошо какой-то 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 если бы только знали и мне надо кого-то найти нехорошо сегодня вот видите еще какой-то мне надо кого-то найти чтобы мне сделали запушку поставили чтобы сняли вот этот краник я его на землю убираю чтобы он потом он может перемерзнуть вот здесь все-таки скважина у меня это стоит утепляющий кабель он сразу уже там к насосу прицеплен вот и мне надо вот этот снять открутить его снять я сама конечно не смогу это снять это очень трудоемко ну я могу сломать допустим это надо вот оттуда вот открутить снять и на вот эту штуку поставить эту вот она называется шайба такая заглушка вот кстати она наверное будет немаленькая заглушка не знаю они же поменяли вот это всё место вот она подтекает ну то что краник открыт также И вот когда вот эту штуку меняли, нужно вот это все срезать, а так оно все же было, все было, а потом, когда, ну, ставили на лето краник, срезали. Многие, знаете, как делают? Многие делают, как бы, вот такой ящик вот здесь, насыпают его отпилками, и это. Да, и он такой стоит. Надо, может, когда-нибудь будет сделать. Ну, в опеках все же могут появиться же мыши. Ну, вот у меня вот он был до самого-самого, до Сюдова. Съехал, съехал, маленочка. Ой, съехал, почему-то, почему съехал, придется мне что-то придумать здесь. Чтобы, ну, то, чтобы там не перемерзало, потому что скоро морозы начнутся. Ну, такую же штуку куплю, такую же штуку, и, видите, оно просто из-за того перепад температуры, оно полопалось. Вот такая штука, и потом какой-то вот сантехническое, или какой-нибудь, накрутил, которая сама, которая клеится. И там закрутил. Ну, как-то делают мужчины, я не знаю, как сделать. Там же вот она скважина. Короче, я вот так вот сделала запор, вырвала весь топинамбур, выкопала его весь. И это, ну, крошу его. Ну, не крошу, это на терке, на крупной натираю, делаю салатик из пекинской какой-то, локачанной там. Ну, вот любой его там. Это самый лучший витамин, который может быть на свете. Когда-то давно делали гербалайф, и на его основе вот был корень топинамбура. Его везде подпихали. Он от всех болезней вообще очень хорошо. Вот, и я вот натерла, вы знаете, три раза уже сделала салатик, так вкусно. И какой-то аппетит появляется от него. Нормально. Точки надо не съедать. Я заметила, что немножко у меня лучше стали глаза без очков. Ну, и вот так вот, что сделала. Получается, вот эта часть забора, где стоят палки, да, получается, заваливается там. Нет? Она тоже оттенка живет. Делать не хотят, поэтому некому сделать. Хотя, где есть, он не хочет сделать. Ну, и вот так вот я поставила палки. Ну, чтобы он не падал хотя бы. Я не знаю, тут, чтобы от столба и до столба сделать, этого профиля даже поставить, наверное, тысячи семьдесят будет. Если не больше. Надо кого-то пригласить, чтобы посчитали хотя бы, сколько это будет стоить. Ну, и, естественно, если металлический забор будет стоять, его заваливать ветром не будет. А вот у меня растут эти колокольчики карпатские, очень красивые. Они вот для яблони, там хорошо. Я потом вот тут вот высажу, вот здесь по дорожке, вот так вот. Они многолестники. Вот так пригнула здесь малину. На следующий год здесь ничего не буду засадить, там у меня топинамбур еще будет расти. Ну, и так вот земля здесь такая тоже длинистая. Я здесь насыплю сюда этого навоза, перекопаю и посажу картошку. Единственное, что здесь можно посадить, это картошку. Ну, и она хорошо здесь растет, вы знаете, крупная. Я первый год посадила здесь. Вот, и здесь вот надо сделать ливневку. Здесь вот они делали, пытались вот эти, которые дом там устроили. Ой, когда дом покупали. Здесь что-то пытались делать, вот там бетонные кусочки. Ну, видать, потом бросили. И вот эта стена там у меня, она глухая, нету окон. Окон нету. Я тоже помыла, и у меня чистенько остается. Когда кошка была, коты приходили к нам. Ловили падлы. Вот они там сделала этим металлической, ну, этой штучкой закрыла там. Потому что воробьи там селились, и коты туда лазили. Кому ничего не было. Рябинка скинула листву все. Вот очень такая. Надо продухи закрывать уже. Ну, еще теплые дни стоят, еще пока нормально. В октябре уже закрою. Спасибо. Ладно, всем всего доброго. Берите у себя и своих близких. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. Впереди будет много интересного. Все-таки осень на дворе. Много интересного. Огорода, сада не будет. Но будет что-то другое. Всем всего доброго. Мир всем. Добра. Здорово. Удачи. До новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...